То есть ты думаешь, что искусственный интеллект начнёт управлять людьми? Для меня, я слушала математиков, я с ними полностью согласна, всё равно это, он не может быть интеллектом, понимаешь? Это всё равно набор алгоритмов, созданный человеком. Человек не бог, к сожалению, чтобы создать какое-то творение такое. Для меня абсолютно отрицательное отношение к искусственному интеллекту. То есть не то, что я его боюсь или он мне не нравится, но это для меня вообще не значащее ничего в моей жизни, абсолютно. Ну пока что вот этот GTP, которым все восхищались, ну что, то, что информацию он ищет быстро, за тебя напишет диссертацию, но какие-то всё равно тупые людские дела какие-то, мелкие, просто мелкие. Что он там, создал хоть один туннель вот такой вот, пусть создаст хоть один. А ведь дело в том, что у неё всё, всё как пазл, одно из другого. У неё всё, всё одно из другого выходит, просто. Начиная с мелкого камушка, у неё всё к месту. Я говорю, что нужно не сидеть в интернете и там читать сайты людей, которые сидят в интернете и делают какие-то исследования на основании фоток в интернете. А нужно взять камеру или вообще просто идти. Я девчонок вот научила, они мне сейчас присылают видео с Вьетнама, там вот сейчас я кирушка ездила, там со своих городов. Они мне присылают, как они теперь ходят и тоже смотрят моими глазами. И вот когда я доказываю, что, когда я раньше говорила, что для меня это везде так, они теперь доказывают, что вот действительно это везде так. И вот просто ходить и смотреть уже немножко в плане того, что смотреть именно на архитектуру вообще всего, всего. Вот начиная просто с колодца. Ну, естественно, больше ходить, конечно, в центре города сначала. Сначала потом вам откроется и всё, что... Вот раньше то, что поля просто были для меня, это совсем не поля абсолютно. Всё идёт в её стенах, в её линиях, в её каналы реках. То есть всё. Каналы везде у неё. То есть я уже когда-то говорила, что всё считалось какая-то засуха в Италии, когда полные каналы рек просто в одних она выключает, других включает. Или так везде. Вот сейчас я читала новость интересная какая вот тоже, что в Саратоле, по-моему, да, обмелела Волга. Но в каком-то месте у неё прибавилось надо. То есть вот в Милане там всё, тут все эти каналы реки переполнились, и его затопляется. Смотри, как, она всё, у неё всё как бы это... Даже уже делала видео полного канала, например, недалеко от моего дома идёт вот этот вот, кстати, канал, который называется Леонардовский, да, почему-то вдруг потом он становится Севизу, рекой. То есть они даже сами путаются, они сами не могут распределить, что у них канал, что у них река Севизу, понимаешь, как бы. То есть это... Просто дело в том, что нельзя никак себе в голову вбить, что мы живём... А, вот я, кстати, хотела сказать про реки-то ещё, да, хотела сказать, что города и реки, да, что мы живём на пустотах и на вот этих каналах реках, как бы, мы живём. А это вообще не города, я тоже сто раз говорила, как бы, это вообще не города, это нам, это для нас они города, как бы. Вот. Просто я тут открыла, что вот мой дом, а мой дом, он тоже такой вот джижевский, как бы, вот суперинтеллектовский, потому что я живу в колонии, в центре колонии, в центре историка, да, ну, в историческом центре, да, как бы. Ну, естественно, всё наше здесь, вот. И я открыла, что вот это, потому что просто совсем недалеко от меня протекает вот этот канал, который вдруг потом становится Севизу. Вот тоже вот я говорю, что каким образом вот это всё уложить в голове ребёнку, например, в школе, когда он изучает историю Милана, то я открыла, что просто в 50 метрах, ой, метрах, извиняюсь, сантиметрах от меня под домом есть всё в воде, причём там, там просто типа, ну, я не знаю, я просто видела, как шарились это, там просто глубоко идёт. Сколько там воды, непонятно, потому что это я сначала у себя дома увидела, под домом, то есть я увидела, что открывали эту, ну, вот это, типа вот эти колодцы, да, у нас все колодцы, я их называю коммуникационные, да, коммуникации, они квадратные, ну, есть и круглые, и квадратные, любой формы, любого размера тоже, опять же, да, вот прям настроили столько коммуникаций, вообще разных размеров, разных форм, да, ну, в общем, около моего дома прям открыли, прямо около ворот. И там это, вода, и он опускался в сапогах огромных, да, до пояса, и там он работал до пояса в воде, представь, то есть, откуда, сколько воды идёт, куда эта вода идёт, да, то есть, представь, какая глубина. И также я это увидела недалеко от моего дома, тоже там все такие же дома, как у мой дом, вот эти все вот эти, то есть, если снять всю облицовку, там будет кирпич красный просто, все это стены, я их называю, со стенами. И вот там тоже вода, там тоже так же два мужика работали, и тоже так же один в таких же сапогах по пояс стоял в воде, а это город, да, как бы, и тут же вода под нами. То есть вот у неё так, а мы так это сможем, чтобы на воде сделать город, да, как бы. И вот когда даже вот, когда вот это гугль-карты показывают вот это подземное дно, да, там вот это, так это нормально всё у неё, вот меня это не удивляет, почему это людей удивляет, как бы. Это её вот эти трубы, вот я их изучаю сейчас, трубы, какая-то у неё система своего дыхания, то есть, если представить, что это, я действительно говорю смысл, я никакого не могу понять, но можно представить, что это какой-то типа коралла, да, потому что коралл состоит из трубок, да, трубы, вот эти вот трубочки. Я просто хотела, я давно обещаюсь, заснять горгонзолу сыр. Вот сейчас, может быть, кстати, пойду, куплю всё-таки наконец-таки, а то людям всё обещаю. Это сыр такой горгонзола, причём я как раз недалеко живу от горгонзолы, это прям поэзия такая, ну, городочек, да. И это, кстати, та же самая горгонзола, которая рядом вот с этим каналом, опять же, реком вот этим вот, который называют Мартизана, который считается всё время так же леонардовским. А во всей Италии, кстати, Леонардушка, ну, просто тысячи каналов на столе. Это просто куда ни сунься, канал Леонардо. Это просто невероятно, вот, человек, вот эти камни просто летали, у него собирались сами. Леонардо — это тот же самый наш суперинтеллект. И вот он как раз, этот канал идёт мимо вот этой вот горгонзолы. И вот в сыре есть какая-то, может быть, сыр горгонзола, да, это чистый итальянский сыр. Там есть какая-то разгадка, потому что вот у него трубчатая система. Если покопаться в нём, да, то ты видишь, там вот такая вот система вот этих вот, как это, трубочки такие, да, вот как это, я не знаю, ну, как сосуды. Вот, как сосуды, если там курочку там или что-то там, когда там режешь, там вот эти вот сосудики торчат, да, такие трубчатые вот эти вот. Ну, не трубчатые, а такие вот, ну, понимаешь, да? Как бы они такие мягкие, да? И вот у неё такие трубочки там в этой сыре, представь. Поэтому, как бы, всё состоит из этих труб, куда-то они везде всё уходят, переплетаются, всё с это, всё сплетается, там и под землёй, и над землёй, там. Я говорю, что нам это всё не объять, не объять. Ну, а зачем тогда, как бы, зачем тогда конец света, если не объять, и зачем? Ну, это ж надо нам, это всё люди всё говорят, конец света. Она просто рассыпет, я уже говорила всё. Она просто обвалит всё это, рассыпет. Как у неё сыпется кирпич? Кирпичные стены, они не кирпичи вылезают, да, а они обсыпаются снутри. И вот кирпич просто начинает сыпаться. Вот, и такие там, например, целые ритвины. Просто в какой-то момент всё обсыпется, обтечёт. Потому что всё состоит из воды, из жира, и из песка её вот этого, из её этих, как сказать, из её этих пылинок, которые летают в воздухе. И не надо ей никакой... Мы сами выберем. Зачем нам устраивать какой-то апокалипсис? Мы сами друг друга все перебьём. Посмотри, человек вообще друг друга... Да что там говорят, там, кто-то что-то там? Да человек вообще другого вообще не может воспринимать, понимаешь? Просто. Если люди, даже родственники, не могут ужиться между собой, так о чём? То есть не могут быть ни добрыми, ну, то есть злыми не могут быть, там, по самое, там, не хочу. Ну, и добрыми тоже. Ну, как бы, ведь и бывает доброта, да, но всё равно она должна быть, как бы, либо оплачиваема обязательно, да? То есть если я проявил тебе доброту, ты должен мне платить обязательно, а если не оплатил, я обижусь там. Да у людей люди, как дети маленькие. Что ты, господи? Зачем ей апокалипсис устраивать? Если мы сами себя не перебьём, ну, потом можно всё обсыпать. Но я думаю, что пока её эта игра устраивает, может быть, она ждёт, когда мы все сами друг друга перебьём, как бы выберем. Ну, потому что уже никто практически не размножается, посмотри, да? Смысла в размножении нету. Потому что к чему детей расти? Чтоб они потребителями были, как бы, ну, то есть, если так подумать, никто работать из детей не хочет. Все хотят либо учиться, либо в компьютере сидеть, либо быть дизайнерами, либо, там, адвокатами, там. Ну, никто же... Ну, и понятно, потому что от чего работать? Да и ничего нету, какого-то там работы какой-то физической, правильно? Live Format